Привет всем, с вами я D104 и сегодня у нас продолжается наш проект, где мы за наших подписчиков пытаемся покорить Лигу Чемпионов. У нас пока что все идет более-менее хорошо, давайте посмотрим на расклад нашей команды. Мы находимся на первом месте, Реал Мадрид на втором отстает от нас на одно очко, Рома находится на третьем, но мы их даже не смогли выиграть и сыграли с ними в две ничьи, у них пять очков. И они в принципе тоже имеют шансы на выход из группы, но вот Виктория Плезень уже все шансы потеряла и следующий матч у нас против их и скорее всего если мы их выигрываем, то мы уже на 100% гарантируем себе следующий этап Лиги Чемпионов, то есть это плей-офф. Давайте тогда не будем затягивать и сразу же сыграем матчи, первый матч против Виктории Плезень, а вот второй против Реал Мадрида решающий, причем для нашей и для команды Реал Мадрида скорее всего этот матч будет решающий. В прошлом матче очень хорошо себя продемонстрировал Гущин, поэтому давайте я его поставлю вместо себя, а себя как Джокера оставлю на замене и если что все плохо будет, то я выйду и забью гол. Бро, нет. Эх, вы посмотрите в эти лица, они еще надеются, что мы сможем вытащить, я надеюсь они надеются не напрасно, потому что нам нужно побеждать и серьезно, если мы сейчас выиграем, то все, мы гарантируем себе плей-офф, а соответственно это очень круто. Дима Мельников, смотрите, хорошо бежит, хорошо, и вот здесь можно делать пас, не нужно забивать, в любом случае есть, первый гол есть, девятая минута, мы красавцы, я вас всех поздравляю, потому что мы прям приближаемся к тому, чтобы выйти из группы. Если я не ошибаюсь, опять забивает легенда Рут Гулит Акей Геев, он просто шикарен и очередной гол, он уже вроде второй забивает, поэтому надо будет обязательно посмотреть турнирную таблицу в плане бомбардиров, интересно кто там на первом месте. Царь Русский, хорошо, делаем финт, хорошо, пас, и вот так вот можно сыграть, и на тоненького гол, вот это гол, какой просто сумасшествие, ну вы видели, как мы разыграли все, это прекрасно. Против Виктории Плезень играть намного легче, если сравнивать, например, с Ромой, но вот этот гол это просто шикарный, если я не ошибаюсь, это десятый номер, а десятый номер я ошибаюсь кто. Я просто, честно говоря, вообще не помню, кто десятый номер, но это Липин забивает первый гол в этом матче от себя. Смотрите, какая передача, просто шик, и как он головой, головой, блин, это жесть, просто красота. О, это разнос, Геев бежит, бегит, что тут, я не знаю, что говорить, как он промахнулся, вот в смысле, я думал сейчас 3-0, и типа заканчиваем матч, но нифига. Мельников хорош, дает передачу на царя, царь контролирует мяч, прилично контролирует, хорошо, Гущин теперь контролит мяч, и здесь Геев не успевает, но атака не закончена, нужно что-нибудь делать, навешивать и забивать через себя, царь мог забить, но не получилось. Пацан, к успеху шел, не получилось, не фортануло. Ой-ой-ой, какой пенальти, ну его серьезно, как я понимаю, Башко сфалил, но там так было наиграно, я не знаю, вы видели или нет, но сейчас, надеюсь, будет повтор. Смотрите, ну тут такое, ну, ну ё-моё, это самое спорное пенальти, наверное, которое могло быть, я бы не поставил здесь пенальти, но давайте надеяться на Кудинкина, может быть, он нас спасет. Давай, Кудя, спасай. Ай, нет, не смог я отгадать, к сожалению, 2-1, и, в принципе, все может быть плохо, но это только при условии, если мы пропустим еще один гол. Фу, все, мы выиграли этот матч 2-1, соответственно, мы сейчас должны радоваться, потому что в идеальном мире мы прошли, да, мы прошли в следующий этап Лиги Чемпионов, все мы, конечно же, радуемся, Но у нас ждет еще один матч с Реал Мадридом, потому что, если так рассматривать ситуацию, то у нас есть шансы его выбить, а это будет вообще шикарно. А вот нифига, мы Реал Мадрид уже не выбьем, мы будем с ним бороться за первую строчку. Они выиграли Реалы, ой, они выиграли Рому, соответственно, Рома на третьем месте, и 5 очков они уже никак не наберут. Поэтому последний матч будет просто за первое место в группе, а это шикарно, тем более играем против Реал Мадрида. О-о-о, Сантьяго Барнабел, это просто всегда приятно вот здесь находиться, тем более наши подписчики на Сантьяго Барнабел, где вы это еще видели. Сейчас мы будем играть против Реала, я выставил основной состав, то есть Гущин у нас в этот раз в запасе, остальные игроки все в основе. Вот против этого будет играть сейчас нереально тяжело, но я надеюсь, что мы выиграем Реал, и это будет офигенным достижением. Царь сразу же, сразу же просто, третья минута, что? Реал Мадрид, уходите из игры, нафиг вам это надо, серьезно? Что у них с Реалом Мадридом, я вообще не представляю, царь заливает на третьей минуте, причем шикарный гол, это просто чудесно. Вы посмотрите, какая ситуация и произошла. Царь разворачивается, бьет в дальний угол, тут вообще без шансов. Куртуа, я не знаю, братан, лучше в Челси возвращайся. Ребят, можно вообще сейчас точку поставить, это будет очень жестко. Липин ставит точку, седьмая минута, мы ставим точку с Реалом Мадридом. Что с этой командой, я вообще не понимаю. Просто две глупейшие ошибки за 7 минут, это нереально, мы ими воспользовались, и соответственно, мне кажется, вот тот полицейский вообще сам в шоке, вы посмотрите на его глаза. Липин просто красиво убрал, ударил в дальний угол, тут без шансов для любого вратаря. Что с защитой Реал Мадриды, я вообще не понимаю. Какая передача, вы просто посмотрите! И Липин бьет нас, здесь Куртуа забирает мяч, я просто офигел от той передачи. Мне кажется, Хави и Несто такой бы лайк поставили, это жесть. Первый тайм окончен. Я честно говорю, Реал Мадрид ничего за первый тайм не показал. Максимум, что они сделали, это они контролировали мяч несколько минут, и все. Они удара даже не смогли нанести, и честно, я не ожидал такой команды Реал Мадрид в последнем матче. Ой, вот первый опасный момент от Реала. Но, блин, ну все равно перекладина, и все, это не Реал Мадрид, ребят. Три лиги чемпионов подряд, и чтобы вот так вот играть против наших подписчиков, ну это очень скудно. Очень скучный матч с Реалом, я вообще этого не ожидал. И надеяться нужно на то, что какой-нибудь пенальти, может быть, им поможет, чтобы игра хоть как-то засверкала новыми красками. А пока что они даже паст не могут дать друг другу, ну это пипец. Не, ну это официально. Реал самый-самый скучный соперник на групповом этапе, потому что, во-первых, они ничего не сделали, во-вторых, игра оказалась вообще неинтересной. Мы забили два гола в начале матча, и все, они больше ничего не смогли сделать. Мне жалко то, что Рома не проходит следующий этап, потому что две игры с ними были намного интереснее, чем с тем же Реалом. Так, тут слишком резко нам дают соперника, у нас Шальке будет нашим соперником в 1-8 финала, и в принципе Шальке-то можно будет пройти. Также тут, смотрите, какие пары интересные есть, например, Борусио-Дорвен в Барселону, это вообще жесть, наверное, матч будет. Ну а также Реал Мадрид-Манчестер, это пипец, будет очень интересно. Я не знаю даже, с кем бы я хотел встретиться в следующем туре, но не с каким-нибудь Шальке. Мне кажется, Шальке мы должны будем пройти, но вот дома у немцев будет играть очень сложно. Следующий видеоролик по карьере за подписчиков будет связан с 1-8 финала, где мы будем играть с Шальке-04. Я надеюсь, что вы поставите как можно больше лайков на этот видеоролик, и, соответственно, как больше лайков вы поставите, прям вот максимально, чтобы я такой, ООО, как их много, жесть! Я сразу же укладываю 1-8. Так что до Нового года мы должны завершить этот проект. Я надеюсь, вам понравился этот видеоролик, вы поставите лайк, подпишитесь на канал, если не подписаны. У меня 4К за 4 года, я крутой. Все спасибо, всем пока!